ПЕГИ МАКРАФЕРТИ О, где же? Вот тот вопрос, которым постоянно задаются в крошечном коттеджике, что стоит на изумрудной травке бараноклоха, там, где воды с лайфгрэм постекают в болотистую низину. О, где же наша ПЕГ? Где она, прелестная, как юная телочка, что пасется на солоноватых болотах, с глазами, подобными двум голубым лужицам на торфяном мху, со счетчиками розове и пионов в садике отца О'Крикогена и с такими милыми обворожительными манерами. Сколько писем было написано ей с тех пор, как ушла она из дома, но ни на одну из них не пришло ответа, ибо неизвестен был нам адрес, по которому следовало слать ей эти письма. «О, горе нам! Горе!» А случилось все вот так. Однажды в коттеджик пришло письмо, адресованное мисс Маргарет Маккраферти, и после того, как почтальон разъяснил ей, что таково принятое в высших сферах написание имени Пегги, она взяла его. Взяла даже с некоторым волнением, ибо до сих пор еще никогда не получала личных писем. Когда Майкл, что ошивается в Канаде, Патрик, живущий в Америке, Кэтлин из Австралии и Бриджит из Ливерпуля в кои-то веке добирались до чернильницы, они всегда адресовали письма всем Маккраферти скопам, чтобы облегчить себе непосильный труд. Кроме того, адрес был напечатан на машинке. Некоторое время Пегги любовалась конвертом, пока, наконец, Эйлин нетерпеливо не прикрикнула мне ее. «От кого это? Откуда же мне знать? Я ведь его еще не распечатала, а огрызнулась Пегги». Потом и речь отозвалась Эйлин. Когда конверт был вскрыт, огнем оказалось не только письмо, но и денежное вложение в виде 20 шиллингов. Рассмотрев все это, Пегги внимательно прочла письмо, начав с самого верха, где было напечатано название «Popular Amalgamated Television Limited» и пересперерыва до подписи внизу страницы. Ну и что там говорится, потребовала информация Эйлин? «Какой-то парень хочет задать мне несколько вопросов», ответила ей Пегги. «Из полиции?» – ни с того ни с сего спросила мама Пегги. «Что ты там еще натворила? Ну-ка подай его сюда». В конце концов, им все же удалось уловить смысл послания. Кто-то, не совсем ясно, кто именно, сообщил пишущему, что мисс Маргарет Маккраферти возможно согласится принять участие в конкурсе, на котором произойдет раздача весьма ценных призов. Событие это будет иметь место в ратуше Балли-Лохриша. Пишущий надеялся, что мисс Маргарет сможет приехать туда, и добавил, что необходимые подробности сообщат по получению от нее ответа. Пока же он просит принять один фунт стерлингов на покрытие дорожных расходов. «Но ведь билет на автобус до Балли-Лохриша стоит всего лишь три шиллинга шесть пенсов», сказала Пегги с недоумением. «Ну, остальное ты сможешь отдать ему при встрече», – подала мысль Эйлин. «Или что еще лучше», – продолжила она, подумав, «можно отдать не все. Хватит ему и двух шиллингов». «А, предположим, я не смогу ответить на вопросы, что тогда забеспокоилась Пегги». «Прекрати, ради бога! Подумаешь, делов-то. Проезд обойдется в три шиллинга шесть пенсов. Ему отдать ради приличия два, еще три пенса уйдет на марку для ответа. Это значит пять шиллингов десять пенсов. Так что у тебя останется еще четырнадцать шиллингов и три пенса только за то, что ты смотаешься на автобусе до Балли-Лохриша и обратно». «Но я терпеть не могу телевидение», – возразила Пегги. «Вот если бы это было кино...» «Поди ты со своим кино, вечно ты отстаешь от моды. В наше время стать звездой телевидения любому охота». «А мне нет», – сказала Пегги. «Мне вот охота стать звездой кино». «Но все равно, самое главное, чтобы тебя увидели, верно?» «Надо ж откуда-то начинать», – ответила ей Эйлен. Итак, Пегги сообщила, что она принимает предложение. Однако выяснилось, что кроме ответов на вопросы, процедура включала еще кое-что. Во-первых, состоялось нечто вроде чайной церемонии в местном отеле, где молодой ирландец, имевший какое-то отношение ко всему этому делу, весьма мило ухаживал за Пегги, сидя справа от нее, а другой молодой человек, сидевший слева, изо всех сил старался быть милым и услужливым, хотя это удавалось ему с большим трудом, ибо он был англичанином. После чая они все вместе отправились в ратушу, битком набитую проводами, камерами, слепящими прожекторами и всем наличным населением Балли Лохришем. К счастью, очередь до Пегги дошла не сразу, и она имела возможность внимательно ознакомиться с тем, какого типа вопроса задаются ее соперницам. Вопросы вовсе не были так страшны, как она опасалась. Больше того, первый всегда был очень прост, второй чуть потруднее, а третий еще труднее, так что те, кто не проваливался на первом, оскользались на втором, и Пегги здорово приободрилась. Наконец подошла ее очередь, и она заняла место на эстраде. Мистер Хессоп, тот, что задавал вопросы, улыбнулся ей. Мисс Пегги Маккраферти. Ну, с Пегги, вам повезло. Вам выпал жребие отвечать на географические вопросы, так что остается надеяться, что вы, Пегги, не лодерничали на уроках географии в школе. Да не так, чтобы очень, ответила Пегги. Ее ответ почему-то, казалось, подогрев настроение аудитории. Отпустив еще пару шуточек, мистер Хессоп, наконец, выдал свой первый вопрос. Сколько графств вашей прекрасной страны все еще стонут под иноземным ермом, и как они называются? Ну, это было легче легкого. Аудитория бурно зааплодировала. Так, ну, а теперь переплываем море и отправимся в Англию. Я хочу, чтобы вы назвали мне пять английских университетских городов. С этим делом Пегги разделывалась более чем хорошо, поскольку ей в голову не пришло, что Оксфорд-Кембридж вовсе не один город, а два. Так что у нее в списке оказалось на один город больше, чем надо. Ну, а теперь перейдем к Америке. Пегги сразу полегчало, когда она услышала про Америку. Отчасти потому, что в Америке находится Голливуд. Но еще и потому, что помимо ее братишки Патрика, собиравшего в Детройте автомобили, два ее родных дяди состояли в рядах полиции Нью-Йорка, третий в полиции Бостона, четвертый был пристрелен в Чикаго еще в старые добрые времена, а пятый постоянно проживал в местечке, называемом Сан-Квентин. Поэтому она очень интересовалась Америкой и вопрос выслушала со вниманием. Соединенные Штаты, начал мистер Хессоп, как вам известно и как свидетельствует само это название, являются не одной страной, а союзом штатов. Я не собираюсь просить вас назвать их все. Но мне хочется, чтобы вы сказали, сколько именно штатов входит в этот союз. Не волнуйтесь. Помните, в этот вечер еще никто не ответил правильно на все три вопроса. Так что вон там лежат призы, а вот тут ваш шанс получить их. Итак, сколько же штатов объединены этим названием? США. Пегги тщательно продумала свой ответ, и теперь кончиком языка облизнула слегка пересохшие губы. 48, произнесла она. Стеклянная кабинка, которая ограничивала возможность публике давать ревнующимся подсказки, защитила слух Пегги от почти единодушного вздоха разочарования. Чарли Хессетт тоже натянул на лицо профессиональное выражение огорчения, поскольку он кое-что разумел в сфере общения с публикой, а также потому, что был человеком добродушным и расположенным к своим жертвам, и решил подыграть своей противнице. Вы сказали нам, что в США входит 48 штатов. Вы уверены, что это именно то число, которое вы хотели назвать? Пегги, сидя в своей стеклянной будочке, кивнула. Разумеется, но я не думаю, что с вашей стороны достойно прибегать к подобным подвохам. Мистер Хессетт изгнал появившееся было на его лице выражение жалости. «Недостойно?» «Нет», — решительно отозвалась Пегги. «Разве не вы только что разглагольствовали, будто у вас не будет вопросов с подковыркой? И разве сию минуту вы не пытались хитростью заставить меня произнести слово «пятьдесят»?» Мистер Хессетт молча взирал на нее. «Ну, начал он было...» «Я сказал о сорок восемь штатов и продолжаю это утверждать», — стоял на своем Пегги. «Сорок восемь штатов и две самоуправляющиеся директории, а также федеральный округ Колумбия», — добавила она уверенно. «Глаза мистера Хессетта буквально остекленели». «Он открыл был рот для ответа, поколебался и почел за лучшее промолчать. Он знал, что именно написано в его вопроснике, но вероятность крайне неприятных последствий внезапно предстала перед ним во всей своей красе. Она разверзлась волкьей ямой прямо у его ног. Взяв себя в руки, мистер Хессетт попытался возвратить и былой оплом. «Минуточку», — сказал он зрителям, и быстро отошел в сторону, дабы посоветоваться с кем следует. «Минуточку», — сказал он зрителям, и быстро отошел в сторону, дабы посоветоваться с кем следует. «Когда весь спектакль кончился, присутствовавшие отправились обратно в местный отель ужинать. То есть все, кроме мистера Хессетта, который удалился сразу же после того, как в весьма осторожных выражениях поздравил Пегги». «Мисс Макрафферти», — произнес милый молодой ирландский джентльмен, который вновь оказался ее соседом. «Я уже раньше убедился, что вы обладаете повышенной концентрацией нашего национального обаяния. Так не могу ли я поздравить вас еще и с другим нашим даром, нашей национальной удачливостью?» «Вы потрясно добры ко мне, хотя должна признаться, что и остальные игроки, почти все тоже были ирландцами», — ответила Пегги. «Кроме того, я знала, что права». «Точно! Вы знали, чем и доказали, что так же умный, как и прелестный, — согласился молодой человек. Но в конце-то концов вам могли задать и совсем другой вопрос». Он помялся и хмыкнул. «Бедный миляга Чарли. Как задавать хитрые вопросы, он уже навострился вполне, а вот хитрый ответ для него стал весьма малоприятным уроком, и Чарли оказался на волосок от гибели. Пришлось ведь звонить в американское консульство в Дублине, так что от Чарли до сих пор идет пара». «Вы что же, пытаетесь мне доказать, что его вопрос вовсе не заключал в себе подвох? Так что ли?» — накинулась на него Пегги. Молодой человек долго и оценивающе смотрел на нее и решил, что будет благоразумнее сменить тему разговора. «А что вы собираетесь делать со своей добычей?» — спросил он. «Ну, — сказала она, — «У нас в бараноклохе ведь нет электричества, но думаю, что морозильник можно использовать и просто для хранения кукурузы». «Без сомнения», — согласился тот. «Что же до бумажных салфеток, так это ведь просто приманка, и все тут добавила Пегги». «Вы имеете в виду годовое бесплатное снабжение прозрачными удаляющими косметику салфетками Титании?» «Я не вполне понимаю». «А как же иначе?» «Разве не понятно, что они рассчитывают, будто я потрачу все свои денежки на ихнюю косметику, а они, значит, станут за это ее бесплатно удалять?» «Ну, а я ничего подобного делать не собираюсь». «Вот это и есть то, что в Америке зовут рэкетом», — объяснила она. «Ах, я об этом не подумал», — отозвался юноша. «Ну, а деньги? Надеюсь, тут-то все в порядке», — добавил он с беспокойством. «Пегги» достала из сумочки чек, положила его на стол и разгладила рукой. «Герландец», она и молодой англичанин, сидевший под другую руку от Пегги, уважительно поглядели на бумажку. «Еще бы! Вот это действительно мило с их стороны! Мое драгоценное сокровище!» Половина куска, как говорят у них в Америке. «Пятьсот фунтов куда больше, чем половина американского куска, и иметь их весьма приятно», — согласился молодой ирландец. «Ну, назвать это сокровищем, извините меня, вряд ли можно. В наши дни тем более. И все же, без обложения налогами, в этом отношении мы даже впереди Америки. И что вы с ними сделаете? «Ох, я сама уберусь в Америку и постараюсь устроиться в киноиндустрию. В киношку, как там говорят». Молодой ирландец неодобрительно покачал головой. «Вы имеете в виду телевидение?» — сказала он. «Фильмы, они устарели, вы гарны, барахло, старье». «Не имею я в виду телевидение. Я имею в виду именно фильмы», — твердо сказала Пегги. «Ну, послушайте», — воскликнул ирландец, и принялся весьма красная речь его защищать свои взгляды. Пегги слушала его спокойно и внимательно, но когда он кончил, сказала, «Вы верны своим нанимателям, и все же я имею в виду именно фильмы». «Но вы хоть кого-нибудь там знаете?» — спросил он. Пегги начала было цитировать длинный перечень своих дядей и кузенов, однако молодой ирландец тут же прервал ее. «Нет, я говорю о ком-нибудь внутри самой отрасли, в самом Голливуде». Понимаете, хотя 500 пунктов и симпатичная сумма, но там вы на нее долго не продержитесь. Пегги пришлось признать, что, насколько ей известно, никто из ее родственников в кинопромышленности не завязан. Что ж, начал ирландец, но именно в этот момент молодой англичанин, который уже давно приглядывался к Пегги, хоть и молчал, вдруг вклинился в разговор. «Вы это серьезно насчет кино? Там, знаете ли, очень суровая жизнь». «А может быть, я лучше буду подготовлен к легкой жизни, если немножко постарею?» — ответила Пегги. «Весь Голливуд битком набит будущими звездами, которые пока что вынуждены принимать шляпы в гардеробах. И кое-кем, кому этого делать не пришлось», — смело парировала Пегги. Молодой человек погрузился в задумчивость, но тут же вернулся к теме разговора. «Слушайте», — сказал он, «вы вряд ли хорошо представляете себе, что вас ждет и во сколько это обойдется. А не лучше ли вам попробовать пробиться в английскую пинематографию и уж ее превратить в плацдарм для дальнейшего наступления?» «А это разве легче?» «Возможно. Случайно я знаком с одним режиссером». «Ну-ну», — вмешался ирландец, «такой способ ухаживания давно ходит с бородой». Англичанин игнорировал реплику. И его имя продолжало Джордж Флойд. «О, да, я о нем слышал», — сказала Пегги с явно возросшим интересом. «Это он сделал в Италии страсть на троих?» «Тот самый». «Я могу представить вас ему?» «Конечно, я абсолютно ничего не в силах гарантировать, но из того, что он говорил вчера, я делаю вывод, что, возможно, вам стоило бы с ним познакомиться, если у вас есть желание». «Ну еще бы», — воскликнула Пегги с восторгом. «Эм...» «Послушай-ка, старина», — обначал другой юноша, но англичанин решительно повернулся к нему. «Не будь идиотом, Майкл». «Разве ты не видишь, как складно все получается, если Джордж Флойд возьмет ее, то это будет значить, что Popular Amalgamated Television раскопала новую звезду экрана. И каждый раз, как будут упоминаться ее имя, сразу же после этого будут сообщать, что это находка «Поп-ам-теле». А это, знаешь ли, уже не шутка. Во всяком случае, вам стоит пока пойти на риск и подержать девушку, доставить в Лондон и на недельку поместить в хороший отель. Даже если Джордж ее не возьмет, твоя компания получит неплохую рекламу и таким образом ни пение не потеряет на этой комбинации. Хотя полагаю, что Джордж возьмет наживку, потому что он говорил, можно заключить, что Пегги — как раз то, что... то, что... в чем он нуждается. И она фотогенична. Я ведь смотрел по монитору. Оба повернулись и долго изучали Пегги. На этот раз со строго профессиональных позиций. Наконец молодой ирландец сказал, «Знаешь, ведь у нее действительно кое-что есть». И в его голосе прозвучала такая убежденность, что Пегги вспыхнула и продолжала краснеть до тех пор, пока не поняла, что тот обращался вовсе не к ней, а к своему коллеге. Неделю спустя пришло другое и тоже напечатанное на машинке письмо, но только гораздо длиннее первого. После поздравлений по поводу одержанной Пегги Победы ее извещали, что предложение, предоставленное на обсуждение Совета Popular Amalgamated Television Limited мистером Робинсом, которого она без сомнения не забыла, было одобрено. Поэтому компания имеет удовольствие пригласить ее и т.д. и т.п. и надеется, что следующие условия будут сочтены подходящими. Машина заедет за ней в Баранок Лох в 8 утра в среду 16-го. К письму был приложен авиабилет от Дублина до Лондона с прикрепленной к нему записочкой от руки, гласившей, «Пока все идет как по маслу. Растормоши своего яйца». Встречу в лондонском аэропорту Билл Робинс. Деревушку затопила волна возбуждения, которая слегка сдерживалась всеобщей неспособностью установить, что это за штука такая у Пегги. Ец! «Неважно», — сказала Эйлен после долгого раздумья. «Похоже, это английская манера называть перманент. А им я займусь лично». В среду, как и сообщалось в письме, прибыла машина, и Пегги укатила в ней куда элегантнее, чем кто-либо из более ранних эмигрантов, покидавших баранных лох. Вестибюлю лондонского аэропорта Пегги ожидал мистер Робинс, махавший ей рукой и пробившийся к ней сквозь поток пассажиров, чтобы поздороваться. Пугающе ярко блеснула чья-то фото вспышка, и тут же Пегги была представлена крупной, весьма добродушно выглядевшей леди в черном костюме и буа из серебристой чернобурки. «Миссис Трамп», — объяснил мистер Робинс, «функции миссис Трамп быть вашим гидом, советником, приглядывать за вами вообще и отпугивать от кобелей». «Кобелей?» — ошеломленно спросила Пегги. «Кобелей», — подтвердил молодой человек, «тут они кишмя кишат». Теперь дошло и до Пегги. «О, понимаю, вы имеете в виду тех американцев, которые свистят?» — спросила она. «Ну, с этого они так начинают. Это должен вас предупредить. Тут они ходят под всеми флагами». Затем Пегги, мистер Робинс, миссис Трамп и еще один несчастного вида человечек с фотокамерой, откликавшийся на имя Берт, набились в огромную машину и тронулись в путь. «Наша публика здорово плюет на такие штуки», — сказал мистер Робинс. «Примерно через час вам предстоит встреча с прессой. На послезавтра я договорился о свидании с Джорджем Флойдом. Но смотрите, ни единого слова о Флойде парням из «Девчонкам» и прессе. Будьте осторожны и не проболтайтесь. Нельзя, чтобы Флойду показалось, будто мы на него давим. А еще у нас предусмотрено одноминутное интервью в вашей программе завтра вечером. «Нам необходимо получить кое-какие сведения», — добавил он. «Сведения о вас, каковы следует вручить прессе? Например, что мы можем сообщить им о вашей семье? Не играла ли она славные роли в истории? Может, в качестве солдат, моряков, исследователей?» Пегги подумала. «Был у меня прапрапрадед. Его отправили в ссылку на какую-то там землю. Может, это сойдет за исследование?» «В общепринятом сейчас смысле вряд ли. И прежде тоже. Нет ли чего посовременнее?» Пегги снова задумался. «Может, сойдут братья моей мамаши? Они здорово собачились поджигать дома англичан». «Ну, пожалуй, это совсем не та точка зрения. Подумайте еще», — уговаривал мистер Робинс. «Не знаю». «О, конечно, мой дядюшка Шон. Он так знаменит. А что он сделал? Уж не по фотографически или части?» с надеждой спросил Берд. «Не думаю». Но в конечном счете он позволил пристрелить себя другому очень знаменитому человеку по имени Аль Капоне, сказала Пегги. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Для тех, кто потерялся во времени и в пространстве, мы напоминаем, что в эфире программа «Модель для сборки» и рассказ Джона Уиндома «Где же ты теперь, где же ты, Пегги Маккраферти?» Продолжение. Отель «Консорт», куда они прибыли, действительно оказался весьма респектабельным заведением. Но через фойе они пролетели будто безукоризненно слаженный авиационный клин, дабы избежать встречи с каким-нибудь дошлым журналистом, который мог попытаться захватить их врасплох. А потому они взлетели в лифте вверх, прежде чем Пегги удалось разглядеть фойе как следует. «Неужто это и есть подъемник?» – спросила она с любопытством. «Пожалуй. Хотя если бы американцы и в самом деле изобрели его, он мог бы теперь именоваться вертикальным распределителем населения, но мы называем его лифтом», – ответил ей Берт. Пройдя по коридору, покрытому толстой ковровой дорожкой, они остановились у двери с номером, где миссия Страмп внезапно впервые подала голос. «Ну а теперь вы оба дуете себе в гостиную и постараетесь не напиваться», – позаветовала она. «У тебя есть только полчаса, дался не более», – напомнил ей мистер Робинс. Они вошли в великолепную комнату, выдержанную преимущественно в серо-зеленых тонах с золотыми блестками. В ней уже была девушка в скромном черном платье, которая выкладывала на радужные переливчатые пуховые одеяло постели отличный серый костюм, зеленое шелковое платье и ослепительный вечерний белый туалет со шлейфом. «Ну-ка, чтобы одна нога здесь, другая там», – Анор сказала миссия Страмп. «Наливай ванну, а ей лучше надеть зеленое». Пэки подошла к кровати, взяла зеленое платье и приложила его к груди. «Чудненькая платьица, миссис Трамп, и как раз на меня. Откуда вы узнали размеры?» «Мистер Робинс сообщил нам о заодно и цвета, которые тебе идут. Вот мы и рискнули». «Как это умно с вашей стороны. У вас должно быть огромный опыт обращения с такими девчонками, как я». «Ну, недаром же у меня за плечами двенадцать лет работы с женщинами», – ответила миссис Трамп, с усилием стаскивая свой жакет и готовясь к дальнейшим действиям. «Наверное, в женском королевском корпусе?» «Нет, в крупнейшей лондонской женской тюрьме», – ответила миссис Трамп. «А теперь пошли, милочка, у нас слишком мало времени». «Стой спокойно», – давал указания Берт, продолжая прыгать по ковру на четвереньках и даже ползать на животе. «Ритуальный танец модерновых фотографов», – объяснил мистер Робинсон. «Не надо поворачиваться ко мне всем лицом», – говорил Берт, стоя на коленях. «Мне нужен поворот на три четверти. О, вот так!» Он поелозил вокруг Пегги еще немного. «А теперь приняй позу». Пегги застыла в неподвижности. Берт устало опустил камеру. «Слыши, не стесняйся меня. У вас в вашем бароноклохе, что никогда никто и камер не видал», – спросил он. «Именно», – ответила Пегги. «Ладно, тогда начнем с общих принципов. Стой там. Стой там, где стоишь. Заложи руки за спину. Так. Сожми их покрепче. Теперь глянь в камеру. Вот так. А теперь постарайся как можно ближе свести локти и улыбнись. Не-не-не, пошире, покажи всем, сколько у тебя зубов. Тебе кажется, будто выходит что-то вроде ухмылки мертвеца? Не обращай внимания. Издатели журналов по искусству лучше тебя разбираются в таких делах. «Ну, вот, другое дело. Продолжай сводить локти. Теперь глубокий вдох. Самый глубокий, на какой способно. А получишь не можешь? Ладно, глядится вроде нормально. А, сойдет». Последовала ослепительная вспышка. Пегги расслабилась. «Все в порядке?» «Ты не поверишь», — сказал Берт, «но мы можем дать природе пару-другой очков вперед. Это уж точно». «Сколько шуму из-за какой-то фотки», — сказала Пегги. Берт поглядел на нее. «Милочка, да ты хоть раз видела настоящую фотографию?» Он вытащил фото-журнал для знатоков и перелистал несколько страниц. «Вуаля!» — воскликнул он и передал ей журнал. «Ох!» — воскликнула девушка. «Уж не хочешь ли ты сказать, что и я буду выглядеть таким же образом?» «Именно, черт побери», — заверил ее Берт. Пегги не могла оторвать глаз от фото. «Надо думать, что после таких упражнений она сейчас сильно страдает. Это ведь называется, кажется, болезненной деформацией». «Это, — сурово ответил ей Берт, — называется шик-блеск. И если я еще раз услышу от вас, юная, невоспособная ересь и богохульство, я велю посадить вас на кол. «Это то, что в Америке называется палка в заднице?» — спросила Пегги. Тут вмешался мистер Робинс. «Пошли», — сказал он. «Есть еще одно преступление, заслуживающее палки в задницу. Это заставить прессу ждать тебя». Так, ну а теперь вспомните, о чем мы говорили в машине. И держитесь подальше от выпивки. Она тут для того, чтобы размягчить их, а отнюдь не нас. «Что ж, — сказал мистер Робинс, позволив себе расслабиться, — вот и все. Теперь можно и нам выпить. Миссис Трамп, мисс Маккраферти. Чуточку портвейна с лимоном, пожалуйста, — сказала миссис Трамп. «Хайболл с хлебной водкой», — сказала Пегги. Мистер Робинс нахмурился. «Мисс Маккраферти, ваши познания, видимо, весьма обширны, но они несколько бессистемны. Вам не следует смешивать продукты из разных стран. Я не стану об этом распространяться, а просто порекомендую вам продукцию нашего с вами соплеменника мистера Пима». Когда напитки доставили, Робинс с наслаждением проглотил половину своей тройной порции виски. «Не дурно, Берт?» — спросил он. «Прилично», — согласился фотограф, правда, без особого энтузиазма. «В общем, не так уж плохо. Вы были весьма милые, милочка. Вас приняли». Пегги слегка просветлела. «Правда? В самом деле, а мне показалось, что большинство, самые главные, даже не заметили меня». «Не верьте глазам своей, милочка. Они вас заметили». Впрочем, реакция мужчин не так уж важна. Вам следует опасаться своих сестричек. Причем особенно тогда, когда они с вами любезны. А они этого как раз и не делали. Берт опорожнил стакан и протянул его, чтобы получить новую порцию. Забавно наблюдать прозелки этих девиц. Существуют типы, которые выпускают когти уже за 50 ярдов от вас. Ины морщат нос, не доходя и 20. А подавляющее большинство вообще никак не выражает своего отношения. Для них вы всего лишь новое зерно, идущее на старые журнала. Но иногда вдруг появляется кто-то, кто на мгновение отшибает у них напрочь мозги. И потрясно видеть, что даже у такой публики вдруг вспыхивает искра священного огня. «Сик транзит, тревитер, глория мунди», — Берт вздохнул. «Инвино мордебо», — лениво отозвался мистер Робинс. «Ты хочешь сказать, трус тебе?» — поправил его Берт. «Интересно, что означает эта бессмысленная болтовня?» — фыркнула Пегги. «Мгновение быстротечное, моя дорогая», — отозвался Берт. «Он сел на пол прямо возле своего стула и поднял камеру. Но, несмотря на их быстрый полет, я все же могу зафиксировать их тень. Вот сейчас я хочу сделать два-три настоящих снимка». «О, боже, я думал, все это уже позади», — взмолилась Пегги. «Может, скоро и будет, но только не сейчас». «Косы не совсем», — бормотал Берт, глядя в свой экспонометр. «Что ж, хоть все англичане немного полоумные, но они все же были добры и милы к ней. Поэтому Пегги отставила свой стакан и поднялась. Она разгладила юбку, прошлась ладонью по волосам и приняла ту самую позу. «Вот так?» — спросила она Берта. «Нет», — отозвался Берт. «Как угодно, но только не так». На следующий день у Пегги было интервью на телевидении, и она надела свое белое парчевое платье. «Наша последняя победительница в конкурсе, которая вскоре будет одерживать победы и на экране». И все опять были добры и милы с ней. Так что казалось, будто все идет как надо. Затем уже на второй день состоялся разговор с мистером Флойдом, который тоже оказался очень симпатичным, хотя сам визит, безусловно, был чем-то большим, чем обычное интервью. Пегги не ожидала, что ей без всякой подготовки придется ходить по комнате, садиться, вставать и делать то одно, то другое перед кинокамерами. Однако мистер Флойд удовлетворенно улыбался, а мистер Робинс, когда они вышли, потрепал ее по плечу и сказал «Молодчина!» Сейчас мне очень хочется выглядеть так, будто по 13-му каналу мне показали царство фей, но, боюсь, меня все равно не поймут. Жестом, великолепно известным в кино, Джордж Флойд запустил пальцы в пышную сидеющую шевелюру. «После этих проб вы просто не вправе не увидеть, в ней что-то есть», — настаивал он. «Она, безусловно, фотогенична, неплохо двигается, и еще в ней сквозит свежесть. Если она пока что мало что знает об актерском мастерстве, так ведь и прочие имеют об этом весьма отдаленное представление, зато девчонка еще не успела понахвататься дурацких наигрышей и штампов. Она умеет уловить мысли режиссера, во всяком случае пытается это сделать. А главное, в ней есть обаяние. Нет, перспективная девчонка, и я хотел бы ее использовать». Солли Де Копф вытащил изо рта сигару. «Согласен, в некоторых отношениях она по-своему хороша. Но она не выглядит достаточно современной, а публика ждет именно этого. Да и говорит она как-то чудно», — добавил он. «Несколько уроков гикции вполне справятся с этим недостатком. Девчонка не дура», — ответил Джордж. «Возможно». «А что ты думаешь о ней, Аль?» — обратился Солли к своему главному подручному. Аль Форстер произнес, взвешивая каждое слово, будто произносил приговор. «Смотрится она ничего себе. Рост подходящий, ножки первый сорт. Но, как вы и сказали, шеф, выглядит несовременной. Хотя талия подходящая, около 22 дюймов, полагаю. Это важно. Остальные-то размерчики ей подогнать куда легче. Я сказал бы, что она может подойти, шеф. Хотя, конечно, до Лолы ей далеко». «Черт побери, да нафиг ей быть Лолой», — изумился Джордж. «Поддельные Лолы — главная статья итальянского экспорта. Самое времечко выбросить на рынок кое-что новенькое, и она как раз может подойти». «Новенькое», — с подозрением спросил Солли. «Новенькое», — твердо повторил Джордж. «Приходит время, когда подобные вещи сами изживают себя». «Это ты должен знать, Солли. Вспомни, что случилось с осветимым ее сердцем прожектором. Казалось, верняк. Это каэтическое повествование о звезде из ночного клуба. Так верняка не получилось. Это была твоя девятая картина подобного рода. Знаете, сейчас самое время дать итальянской романтике чуток отдохнуть». «Но ведь Италия себе еще не изжила. Она все еще приносит неплохие денежки», — запротестовал Солли де Копф. «Как раз сейчас Аль разыскивает подходы к штучке под названием «Камни Венеции», которую мы намечаем купить сразу же, едва только раздобудем копию и заставим автора подписать контракт. Ну а пока нам предстоит подобрать актеров для очередного секс-шоу, которое мы, можно сказать, уже заарканили. Ты понимаешь, у римлян, я говорю о древних римлянах, а не о нынешнем сброде, почему-то возник дефицит в бабах, так что они сварганили планчик. Пригласили всю шпану из соседнего городка, вроде как на пикник для гомиков, а сами послали отряд солдатней, который окружил жен тех парней и уволок их с собой. Здорово перспективный материальчик, да к тому же еще исторический. И отдел проверил, чистая классика и вообще все окей. Конечно, придется подобрать новое название. Прям безобразие, что этим писакам разрешается охранять свои заголовки. Ты только представь себе, разве кто-нибудь мог бы пройти мимо фильма, который называется «Изнасилование собинянок». Что ж, слегка отступил от своих позиций Джордж. Если тебе удастся поспеть вовремя, то зрелище целой сотни лолочек, относящихся взад и вперед с моплями ужаса, да еще почти голых, даст нашей молодежи хороший повод для кайфа. Никаких сомнений быть не может, Джордж. Это ведь вещь историческая, вроде как десять заповедей, но и все остальное при них сработает без промаха. Возможно, ты и на этот раз прав, Соли. Но если ты проволандышься в Италии дольше, чем следует, то получишь второй прожектор. Пришло время искать новый поворот. Соли де Копф тяжело задумался. Что скажешь, Аль? Да, может, и так, шеф. Бывает ведь, что кажется, будто они этот корм станут клевать вечно. А вдруг в один прекрасный день, бац, и все кончилось, признал правоту противника Аль. И мы снова окажемся на мели, добавил Джордж. Слушай, Соли, когда-то нам удалось заставить публику всех возрастов и размеров год за годом ходить в киношку по два раза в неделю. А взгляни-ка на нашу промышленность сейчас. Ха! Долбанное телевидение, прорычал Салли с нестарелой завистью. А что мы сделали, чтобы побить телевидение? Черт, да ведь у них у самих далеко не все ладно. Но постарались ли мы сохранить свою публику и удержать ее в кинотеатрах? Конечно, постарались. Разве мы им не дали широкого экрана и супервидение? Все, что мы им дали, это несколько технических фокусов и приемчиков для завлечения неискушенной молодежи. Мы сосредоточились на зеленых подростках и умственно недоразвитых. И вот эта публика у нас только и осталась, если исключить аудиторию нескольких по-настоящему значительных фильмов. Мы позволили всей массе зрителей среднего возраста уйти от нас и не сделали ни единой серьезной попытки удержать их при себе. И что же? Ты, как всегда, преувеличиваешь, Джордж. Но в том, что ты говоришь, смысл все же есть. А вот что, Соли, в мире еще существуют люди среднего возраста, фактически их численность даже больше, чем раньше, но на них никто не обращает внимания. Все дерутся между собой за право стричь юных барашков. Мы, звукозапись, безголосые певцы с микрофонами, владельцы экспресс-баров, пивнушек с джазом, порножурнальчиков и даже не исключаю, что телевидение тоже наворачивает немалый процент дерьма для подростков. А рядом лежит колоссальный рынок. Огромный слой пожилых, для которых практически никто ничего не делает. А ведь это та самая возрастная категория, что принесла нашей промышленности миллионы, штурмуя кинозалы и проливая слезы. Вспомните «Живи с улыбкой», «Роза Трайлер», «Лилии с Келари», «Дядюшка Долгоног», «Вечером воржи» и так далее. Этого они жаждут и сейчас соли. Комка в горле, слез умиления, чьи-то добрые руки на сердечных струнах. Дай им то, чего они хотят, и они проглотят нажибку вместе с крючком. Мы вернем их в кинотеатры, и они будут рыдать, стоя в проходах. Думаю, эта девчонка нам поможет. «Ты имеешь в виду ремейки?» произнес Солли задумчиво. «Нет», — ответил Джордж. «Это была бы ошибка, за которую многие уже поплатились. Возрастная группа, на которую мы нацелены, осталась прежней, с теми же эмоциональными факторами, но она вышла уже из другого поколения, так что спусковые механизмы эмоций тут и мы, и не совсем те, что были у прежних взрослых. Нам еще предстоит вычислить, каковы эти механизмы, иначе мы получим просто сентиментальную билиберду, «Ха!» — снова произнес Солли, отнюдь еще не убежденный. «А ты что думаешь, Аль?» «Что-то в этом есть, шеф», — произнес Аль. Он с интересом поглядел на Джорджа. «Значит, предлагаешь делать фильмы про любовь, но не сексуальные, а романтические?» Что ж, такой поворот не исключен. Еще бы не исключен! Женщина, способная рыдать на собственной свадьбе, фигура почти фольклорная. Как я уже говорил, мы не собираемся возбуждать сладкую сердечную боль теми же самыми средствами, которыми пользовались в 20-х годах. Но я чертовски уверен, что если найти нужный поворот, благодаря которому удастся возродить извечную кельтскую ностальгию, то и удача придет наверняка. «Хм! Вряд ли тебе добиться штурма билетных касс с таким именем, как Маргарет Маккраферти, верно ведь, Аль?» Заметил Солли. «Это уж точно, шеф», — поддержал его Аль. «Ну а как, скажем, насчет Конни Омара?» — предложил он. «Нет, решительно», — возразил Джордж. «Это именно то, чего мы должны всячески избегать. Такое имя имеет определенную временную привязку, подобно Пегги О'Нилл, Грейси Филд или Китти О'Ши. Слишком простонародно. Имя должны иметь шарм и даже оттенок чего-то сказочного. Но вы себя не утруждайте. Я его уже выбрал». «И как же?» — спросил Аль. «Дейдра Шилшин», — торжественно объявил Джордж. «А ну-ка еще раз», — попросил Де Копф. Джордж написал имя крупными печатными буквами и передал карточку Соли. Соли Де Копф сосредоточенно нахмурил брови. «Аль, я не понимаю, как из такого сочетания букв, как, например, син, получается окончание шон», — обратился он к своему помощнику, заглядывавшему ему через плечо. «Ирландцы — большие мастера на эти штучки», — объяснил Джордж. «Да, в этом имени есть класс», — согласился Аль. «Но только оно никуда не годится». «Без надега!» «Ты только посмотри, как ирландцы произносят имя Диана». «Впрочем, это еще ничего, а имя Мэри, если уж на то пошло». «Маленькое смещение акцента, и наша девица превратится в...» «Дай-дри-щи-лсин». Де Копф, однако, все еще продолжал изучать карточку. «А мне нравится», — сказал он. «Отлично смотрится». «Ну, шеф, я знаю, Аль, а стыдно. Если клиенты хотят именовать Диану Дайан, а эту Дай-дри, то какого черта? Они не выкладывают денежки и за это имеют право называть артистов, как им вздумается, верно? А смотрится отлично». «Что ж, вам решать, шеф. Однако есть вещи и поважнее имени», — отозвался Аль. «Она готова отправиться в Маринштайн», — тут же перебил его Джордж. «Ха! На это все готовы», — заметил Де Копф. «И готова оплатить тамошний курс обучения», — продолжал Джордж. «Вот это уже лучше», — оживился Солли. «Но на оплату издержек за проживание у нее денег не хватит». «Вот это жаль», — сказал Солли Де Копф. «Однако поп Амальтели готова оплатить их в качестве своего будущего», — взноса закончил Джордж. «Брови Солли Де Копфу поползли вниз и сошлись на переносице». «А какого дьявола они лезут в это дело?» — требовательно вопросил он. «Так ведь они открыли ее на одном из своих конкурсов», — пояснил Джордж. Солли продолжал хмуриться. «Стало быть, они собираются прикарманивать наших звезд еще до того, как те станут звездами, взревел он?» «Черт из два у них пройдет такой номер». «Аль, присмотри, чтобы эта деваха получила контракт, опционный, разумеется, зависящий от получения ей маринштейтского диплома и нашего конечного одобрения. Это чтобы в себя особо рук не связывать. Оплатим им проживание и позаботься, чтобы это действительно был хороший отель, а не та дыра, которую выбрал ей шпана из тела. Запиши девчонку на соответствующие курсы, вели ребятам из рекламы, пусть тотчас начинают над ней работать. Да не забудь дать знать Маринштайн, что мы ожидаем десятипроцентной скидки. Все, Усек? Еще бы, шеф. Сию минуту, шеф, сказал Альп уже от дверей». Солли Де Копф повернулся к Джорджу. «Ну, получай свою звезду», — сказал он. «А какой сюжет у тебя для нее подготовлен?» «Его еще предстоит написать», — сознался Джордж. «Но это нетрудно. Самое главное, мне нужна она. Это будет прелестная... прелестная девушка с непосредственностью ребенка, с золотым сердцем и так далее и тому подобное, на фоне изумрудных полей, пурпурных туманов, ползущих со слонов гор и голубых дымков, поднимающихся с крыш до мишек. Она легкоранима и бесхитростна. Она поет грустные песенки, пока дует коров, но в ней присутствует наследственная врожденная мудрость, понимание тайн жизни и смерти, способность дарить нежную любовь овечкам и верить в реальность гномов. У нее будет брат! Буйный, беспутный малый, который попадет в неприятную историю, связанную с контрабандой бомб через границу, и она, осиротевшая, невинная, измученная с горестными взглядами, пойдет молить за него. И когда она увидит этого офицера... Какого еще офицера осведомился Соли де Копф? Того, который арестовывал брат, разумеется. И когда она встречает его, старая, как сама жизнь, искра проскакивает между ними. А вот и он, сказала девушка, сидевшая рядом с Пегги. «Вот это и есть Маринштайн». Пегги поглядела в иллюминатор. Под чуть наклоненным крылом самолета лежала россыпь белоснежных домиков с розовыми крышами, жмущиеся к берегу широкой излученной реки. На некотором расстоянии от реки поднимался к небу огромный обрывистый каменный массив, а из него вырастал замок с башнями и башенками, амбразурами и знаменами, развиваемыми ветерком. Это был замок Маринштейна, охраняющий уже более 12 столетий свой город и все 10 квадратных миль княжских владений. Прямо дух захватывает верно, Маринштайн подумает, только выдала на одном дыхании соседка Пегги. Самолет коснулся земли, помчался по бетонной полосе и остановился перед зданием аэровокзала. Послышались возгласы, заглушавшие шум сбора вещей, пассажиры начали выходить наружу. Сойдя с трапа, Пегги замерла и огляделась. Вид был волшебный, залитый ярким и теплым солнечным светом. На заднем плане выселась каменная скала и замок на ней, доминировавший над всем остальным ландшафтом. На первом же плане стояло белое, сверкающее, как коралловый песок, ранящее своей белизной глаза здание аэровокзала, чью центральную башню украшало гигантское, но при этом здорово похудевшее и постройневшее версия Венеры Милозской. Перед аэровокзалом на высоком флагштоке колыхался герцогский штандарт, а вдоль ослепительного фасада бежала надпись на двух языках. Bienvenue à Marienstein, Cité de Bûte. Marienstein, город красоты, приветствует вас. В багажном зале кишели товарки Пегги по путешествию. Единственными мужчинами, которые изредка попадались в поле зрения, были носильщики в белых куртках. Один из них заметил яркие наклейки на чемоданах Пегги, кинулся к ней и повел к выходу. Чуть не половина присутствовавших при этом зрелища прекратила болтовню и выпучилась на Пегги с выражением благоговейного трепета, зависти или трезвого расчета. Реклама прожужжала все уши о новой находке Plantagenet Films, а фотографии Пегги широко циркулировали повсюду. Сообщались детали контракта Пегги, которые в газетах выглядели куда солиднее, чем в соглашении, подписанном ею с фирмой. Поэтому имя Дейдра Шилшин уже приобрело широкую известность среди тех, кто внимательно следит за делами такого рода. Шикарная машина подкатила к тротуару. Носильщик помог Пегги войти в нее, а через мгновение она уже подъезжала к Grand Hotel Narcisse, который прилепился к склону горы чуть пониже самого замка. Там ее ввели в изысканно отделанную комнату с балконом утопающих в цветах, с которого открывался вид на город, на его заречную часть и на широкую равнину, лежавшую за рекой. А еще там была ванная комната цвета розовых лепестков с большими банками цветных солей, флаконами эссенций, баночками пудры, сверкающей хромированной арматурой и с огромными, всегда подогретыми полотенцами. Такое великолепие превосходило все, что Пегги когда-либо могла вообразить себе. Горничная тут же принялась наполнять ванну. Пегги сбросила одежду и вытянулась в ванне, похожей на перламутровую внутреннюю поверхность раковины, ощущая никогда еще не испытанные блаженства. Звук гонга заставил ее, с сожалению, покинуть ванну. Пойдя в спальню, Пегги надела длинное белое платье, которое она носила во время своего телевизионного интервью и спустилась вниз к обеду. Ужасно непривычно сидеть в роскошной столовой, где мужчинами были одни официанты, а все лети проводили время в более или менее явном рассматривании друг дружки. Впрочем, все это быстро надоедало. Поэтому, когда официант предложил Пегги выпить кофе на террасе, она охотно последовала его совету. Солнце уже час как зашло. Лунный серп стоял совсем высоко, и река отражала его блеск. На острове посредине реки возвышался изящный дворец, где скрытые огни освещали снежно-белую статую, стоявшую как бы в нерешительности и державшую в руки яблоко. Пегги приняла ее за Еву, но хотя скульптор имел в виду Атланту, ошибка была не так уж велика. Сам город сиял светлячками огоньков. Небольшие неоновые вывески, слишком далекие, чтобы их можно было прочесть, весело подмигивали Пегги. Еще дальше, залетая солнцем Венера на башне аэропорта, вставала над городом, как призрак. А за ней черные громады скалы и освещенные башни замка, будто повисшие в небе. Пегги радостно вздохнула. Все это похоже на волшебство. Впрочем, должно быть, так оно и есть, прошептала она. Одинокая, заметно более пожилая женщина, сидевшая за соседним столиком, небрежно оглядела Пегги. В это должно быть недавно, спросила она. Пегги призналась, что только что приехала. Хотела бы я быть на вашем месте. А еще лучше не видеть всего этого никогда в жизни, сказала леди. Я-то здесь в седьмой раз больше, чем достаточно. А мне кажется, тут славно, ответила Пегги. Но если вам здесь не нравится, зачем же вообще сюда возвращаться? Потому что сюда приехали мои друзья для ежедневной и ежегодной подгонки. Возможно, вы слышали о Джонсах. Не знаю я никаких Джонсов, ответила Пегги. Это и есть ваши друзья? Это люди, с которыми мне приходится жить, сказала женщина. Она снова поглядела на Пегги. Вы еще очень молоды, мои милые, поэтому пока они для вас не представляют интереса. Но позже вы с ними обязательно познакомитесь где-нибудь в обществе. Пегги поняла, что ответа от нее не ждут, а потому сменила тему. Вы американка, спросила она. Должно быть, это прекрасно быть американкой. У меня там уймище родственников, которых я никогда не видала. Однако я жуть как надеюсь, что скоро попаду в Америку. Можете забрать ее себе целиком, ответила леди. Лично я предпочитаю Париж. Внезапно освещение изменилось, и взглянув вверх, Пегги увидела, что замок теперь окутан персиковым сиянием. О, как это прекрасно! Совсем будто сказочный дворец, воскликнула она. И еще бы, ответила леди без всякого энтузиазма. Таков замысел. Как все это романтично, отозвалась Пегги. Луна, и эта река, и освещение, и удивительный запах всех этих цветов. По пятничным вечерам они дают шани номер семь, объяснила леди. Завтра же будет ревегановская ярость. Немного вульгарно, но, полагаю, в субботние вечера вообще все деградирует, не так ли? Думаю, это связано с возросшим потребительским потенциалом слоев населения с низкими доходами. Воскресенье всегда лучше. Дают Котинсоновского истинно верующего, а это как-то очищает. Но духи распыляются из бойниц, пояснила она. За исключением того времени, когда ветер дует в другую сторону. Тогда распыление идет с башни аэропорта. Наша великая профессия, так незабываемо выразилась мадам Летиция Шалин в своей речи на торжественном ужине Мизнародной ассоциации практикующих косметологов, наше высокое призвание есть нечто несравненно более значительное, нежели просто отрасль промышленности. Действительно, ее можно назвать духовной силой, которая пробуждает в женщинах веру. Слезно, слезно, еще со времен предшествовавших первым лучам расцвета нашей истории возносили свои мольбы несчастные женщины, а не спасла ни им красоты. Но эти молитвы редко воплощались в реальность. Однако теперь именно нам вручена сила, способная осуществить эти мольбы и дать покой миллионам наших бедных сестер. И это возвышенная мысль, мои друзья. Доказательством существования новой веры являются флакончики, горшочки, коробочки, и тюбики фирмы «Соратники красоты Летицы и Шалин», украшающие витрины магазинов, туалетные столики и дамские косметички от Сиэтла до Хельсинки, от Лиссабона до Токио. Их можно обнаружить, хотя даже, хотя только те марки, вышедшие из моды и совсем по другим ценам в каком-нибудь Омске. Элегантные святилища Шалин, расположенные с точным учетом цен на недвижимость, соблазнительно сверкают в Нью-Йорке, Лондоне, Рио, Париже, Риме и еще в дюжине и в салонах этих зданий работа по воплощению красоты идет в лихорадочном и истощающем нервы темпе. И вот здесь всегда существует возможность, что лично Летиция Шалин, она же Лети Шукельман, согласно паспортным данным, в любую минуту может свалиться с чистого неба в сопровождении своих палачей и необыкновенно эффективных экспертов. И все же, несмотря на наличие эффективнейшей системы управления и доведенного до блеска умения выдавливать соки, предел экспансии, если не считать незначительных подвижек в результате поедания какого-нибудь зазевавшегося мелкого конкурента, был достигнут. Во всяком случае, так казалось до тех пор, пока дочка Летиции, мисс Кэти Шукельман или Шалин, не вышла замуж за обедневшего европейца и таким образом не превратилась в ее светлость в великую герцогиню Катерину Маринштейнскую. Кэти не довелось повидать Маринштейн до того, как она вышла замуж за герцога, а когда она его увидела, то испытала чувство близкое к шоку. У замка был весьма романтический облик, но в смысле комфорта он подходил для жилья не больше, чем квартира, переделанная из нескольких пещер. Да и сам городок пришел в полный упадок, и его жители были заняты почти исключительно попрошайничеством, сном, совокуплением, беспробудным пьянством. На остальной территории герцогство положение было не лучше, за исключением того, что просить милостыню там вообще было не уход. Других великих герцогинь в аналогичной ситуации просто-напросто стошнило бы, и они поспешили бы убраться в какой-нибудь более оборудованный для красивой жизни город. Но Кэти происходила из предприимчивой семейки. Еще сидя на пользующихся всемирной известностью материнских коленях, она впитала в себя не только религию красоты, но и весьма полезные рабочие принципы большого бизнеса, необходимые для той, кому позднее надлежало стать владельницей значительной части капитала Летиция, Шалин и многочисленных дочерних предприятий. И когда она, устроившись в амбразуре башни своего замка, глядела на обветшалый Мэринштейн, в душе герцогини вдруг зазвучало эхо того предпринимательского идеализма, который когда-то воодушевил ее мать излить благословение красоты на женщин всего мира. После часового раздумья Кэти нашла точное решение своей проблемы. Мамаша, сказала она, обращаясь к отсутствовавшей родительнице с помощью мирового духа. Мамаша, лапочка, хоть ты и не дура, но думаю, и у тебя есть кое-какие незаштопанные прорехи в делах. Пока, во всяком случае. И она тотчас велела позвать к себе секретаршу, которая тут же начала диктовать письма. Уже через три месяца место для будущего аэропорта было выровнено и началась укладка бетонной полосы. Великая Герцогиня торжественно заложила камень в фундамент своего первого первоклассного отеля. Невиданные здесь машины начали прокладывать дренажные канавы вдоль улиц, а обыватели Маринштейна стали посещать курсы по проблемам гигиены и гражданских обязанностей. Через пять лет в дополнение к двум первоклассным отелям в городе появились два второклассных и еще три строились, так как Великой Герцогине пришло в голову, что наряду со всеохватывающей красотой она может обеспечивать клиентов более узкоспециализированными частными красотами, а также обучать, как ими пользоваться и развивать их. Таким-то образом тут появилось более полудюжины салонов, клиник, школ, как временных, так и постоянных, а маринштейнцы после весьма сурового обучения стали проникаться основами экономической теории, провозглашающей важность охраны тайны источников появления золотых яиц. Через 10 лет это был чистенький, но все еще живописный городок, университет красоты с международной репутацией, богатейшей клиентурой и всемирно известным стандартом постановки образования в различных областях красоты и с регулярными рейсами, обеспечиваемыми крупными и крупнейшими мировыми авиакомпаниями. По всему капиталистическому миру голова Венеры Боттичелли глядела с преискурантов моднейших парикмахерских салонов, с рекламных плакатов элитных агентств путешествий, с глянцевых обложек дамских журналов, призывая всех, кто нуждается в красоте, искать ее и находить в самом первоисточнике красоты в Маринштейне. К этому времени все прежние злопыхатели, сулившие новому предприятию неизбежный крах, уже давно занимались лишь обдумыванием способов, с помощью которых их продукция попала бы на рынок Маринштейна, добровольно признавая, что его великая герцогиня это, знаете ли, та еще штучка. Именно поэтому, когда Пэгги Маккраферди, после завтрака, обладавшего прелестью новизны, но вряд ли соответствующего ирландскому стандарту сытости, вышла из гранд-отель «Нарцисс», она увидела дочистая швабриную брусчатку улицы, белейшие домики со свежевыпившенными ставнями, цветы, вьющиеся по стенам, яркие полосатые навесы над витринами магазинов, и солнце, своими лучами золотившие все это. Она уже собиралась подозвать жестом одной из такси, стоявших в очереди, как тут другая девушка, вышедшая вслед за ней из двери отеля, видимо, собралась сделать то же самое, но поглядела на Пэгги и воскликнула. О, какое прелестное, какое изумительное место, не правда ли? Пожалуй, лучше пойти пешком, чтобы полюбоваться красотой. Это было столь приятной встречей в сравнении со вчерашней присыщенной леди, что сердце Пэгги потянулось к девушке, и они вместе отправились родить по городу. На южной стороне площади Артемиды бывшая Хох-де-Борен принц Альберт Платц стояло изящное здание с колоннами и вывеской регистрация. Думаю, это оно и есть, сказала спутница Пэгги. Чувствуешь себя так, будто снова идешь на экзамен, правда? У огромного барьера в холле надменная леди приняла их с несколько разочаровывающей холодностью. Общественная сфера, спросила она, сцена, экран, модельерное дело, телевидение, свободное предпринимательство. Экран, ответила Пэгги, и другая девица почти одновременно. Надменная леди сделала знак крошечному пажу. Отведите, дам, к мисс Кардиум. Я рада, что ты тоже в кино, сказала новая знакомая Пэгги. Меня зовут Пат, я хочу сказать, Карл Карлита. А меня Дейрд Рашилшин. Глаза девушки широко распахнулись. Ох, ну бывает же так. Я о тебе читала. Это ведь ты получила настоящий контракт с Плантагенет Филмс. В самолете только об этом и говорили, они там все просто селенели от зависти. Ну и я тоже, понятное дело. Ох, я думаю, замечательно. Она замолчала на полусловие, так как мальчик ввел их в какую-то комнату и объявил, две леди желают видеть мисс Скордио. На первый взгляд в комнате не было ничего, кроме пары кресел, великолепного ковра и буйных цветочных зарослей на большом письменном столе. Оттуда, однако, выглянули в лицо, сказавшее, прошу вас, присядьте. Пэгги так и сделала. И с этой позиции она могла видеть ничем не загруженный угол стола, а также небольшую карточку, объявлявшую цветочно-тональные поэмы Persistence Frey Рю де ле Пампадур, 10, индивидуальное обучение. Девушки назвали свои имена, и мисс Скордио стала что-то искать в записной книжке. Ах да, сказала она, вы обе записаны у нас на программу. Занятия будут проходить индивидуальные в класс. Чтобы выяснить детали, вам следует повидаться с мисс Арбутнот в гимнастическом зале. За сим следовал длиннейший список преподавателей и директоров, завершившийся некой мисс Хиггинс, преподавателем дикции. Мисс Хиггинс встречала Пегги, а она, случайно, не ирландка? Этого я вам сказать не могу, призналась мисс Скордио. Но она точно так же, как и все состоящие у нас в штате, является экспертом в своей области. Она внучка знаменитого профессора Генри Хиггинса. Ну, а теперь я позвоню мисс Арбутнот и постараюсь организовать вам встречу с ней сегодня же. Пегги и Карло купили несколько марок с очень хорошим изображением головы Венеры Боттичелли, почему-то исполненные в розоватой лиловом тоне, а затем провели около часа, заходя в различные бутики, салоны, фирменные модные магазины, ателье, крошечные лавочки и даже мясные лавки с кулинариями, после чего обрели пристанище на берегу реки в ресторане, называвшемся «У тысячи лодок», находившемся почти в конце бульвара прекрасной Елены, где они решили провести время до назначенного им приема. Говорили они преимущественно о фильмах, и Карл выказал лестный для Пегги интерес ко всем деталям ее контракта. Мисс Арбутнот из гимнастического зала оказалась дамой с весьма суровыми чертами лица, под взором которой вы неизбежно начинали чувствовать себя совершенно бесформенными. «Хм», сказала она, подумав. Пегги тут же начала, нервничая. «Ох, я знаю, мои главные размерности не вполне...» Но мисс Арбутнот ее тотчас же осадила. «Боюсь, это не тот термин, который мы здесь одобряем. В Маринштейне мы предпочитаем говорить об индексах красоты. Вашу талию я классифицирую как удовлетворительную 22 дюйма. Но вам нужно будет уделить серьезнейшее внимание необходимости достичь соотношения 42-22-38». «42!» воскликнула Пегги. «О, мне кажется...» Здесь речь идет не о чьем-то личном вкусе, отрубила мисс Арбутнот. Как часто указывает нам великая герцогиня, говоря о долге перед обществом, носить прошлогоднюю форму тела еще хуже, чем водить вышедшую из моды прошлогоднюю модель машины. Тот, кто собирается посвятить себя кино, должен со всем вниманием отнестись к этой проблеме. Согласно современным требованиям киноиндустрии, красота — это 42-22-38. Все прочее — не красота. «Но 42!» протестовала Пегги. «О, добьемся!» В конце концов, для чего мы здесь существуем, как не для этого. Пегги, хоть и без большей убежденности, принуждена была с ней согласиться. А теперь, сказала мисс Арбутнот, вручив Пегги расписание ее занятий в гимнастическом зале, «Я думаю, вы хотите повидаться с мисс Карнеги, вашим визажистом и инструктором по имиджу». Уходя, Пегги увидела приемную, набитую ожидающими своей очереди девушками. Когда Пегги и Карла проходили мимо, они слышали, как некоторые из девушек повторяют новое имя Пегги. Наверное, это должно было польстить ей, но почему-то удовлетворения она не почувствовала. Девушки же смотрели на нее во все глаза. Жизнерадостность и еще раз жизнерадостность. Вот что вам следует повторять про себя всегда, когда вы не заняты и даже когда заняты. Но неужели это действительно моя сущность? Настоящее мое я, спросила Пегги. Мисс Карнеги высоко подняла брови. «Ваша сущность?» повторила она, а затем улыбнулась. «О, дорогая, вам предстоит еще многому научиться». «Не правда ли?» Боюсь, вы путаете нас с телевидением. В кино проблема индивидуальности поднимется совершенно иначе. Да-да, именно так. Несколько лет назад в моде была страстность, затем короткое время искрометность, потом пришла очередь искренности. И, подождите, дайте вспомнить, что ж было после этого? О, да, огонь жизни под пеплом переживаний и на очень короткий период изобретательность. Однако, современную зрительскую аудиторию все уже не интересует, так что, было бы просто глупо пытаться. Затем какое-то время удерживались чары подавленной страсти. Определенная часть зрителей любила этот имидж, но другую часть он быстро утомил. Ну, а гвоздь нынешнего сезона беспечная жизнерадостность. Так что, продолжайте твердить это про себя, пока не придете ко мне в следующий четверг. Жизнерадостность, жизнерадостность. Попытайтесь также при ходьбе переносить центр тяжести на пальцы ног. Это, безусловно, вам поможет. Итак, жизнерадостность и еще раз жизнерадостность. За мисс Карнеги последовали визиты к парикмахеру, к специалисту по макияжу, конструктору по манере поведения, к диетологу и ко многим другим. И, наконец-то, к мисс Хиггинс, которую Бегги застала как раз в тот момент, когда та заканчивала инструктаж Карла. Да, говорила мисс Хиггинс, у вас отличный слух. Вряд ли вам от меня понадобится большая помощь. Мы легко сможем улучшить произношение звука «Р». Что вам больше всего нужно, так это искоренить привычку перекрикивать других в обычном разговоре. Это особенно плохо звучит на магнитофонных записях. Кроме того, настоящая леди, если только она не живет в Кенсингтоне, никогда не повышает голоса. Когда Карла ушла, наступила очередь к Пегги. Мисс Хиггинс попросила ее прочесть отрывок текста, напечатанного на карточке, и завороженно слушала ее чтение. «Чудесно!» воскликнула мисс Хиггинс. «Мне придется просить вас сделать несколько записей, прежде чем мы начнем портить ваш акцент. Эти протяжные «и». Пожалуйста, повторите за мной. «Би-би-си» вели читать молитвы». В течение следующих десяти минут Пегги демонстрировала свое произношение гласно. Когда она кончила, мисс Хиггинс поглядела на нее с такой радостью, какой ощущает человек, получивший, наконец, задание, достойно его таланта. «Вот это работа, которая пришлась бы по сердцу моему дедушке», сказала она. «А для вас это означает тяжелый труд, моя дорогая, и боюсь, куда больше, чем для всех прочих». «Всех прочих?» переспросила Пегги. «Так ведь вас на курсе красавиц кино будет 36. Эта профессия отличается высоким уровнем конкурентности, как вам известно». «Но ведь у меня контракт, мисс Хиггинс». «Опционный контракт, как я понимаю, поправила ее мисс Хиггинс, что должно стать для вас дополнительным стимулом в борьбе. Думаю, вы пока не знакомы с вашими конкурентками, но они уже знают о вас все. И что же из этого проистекает? Четверо уже попросили, чтобы их речи придали слабый ирландский акцент, и я не сомневаюсь, что еще многие захотят того же. Поэтому, сами понимаете». Пегги с негодованием уставилась на мисс Хиггинс. «Вот как? Так значит, они надеются стибрить мой контракт?» «Во всяком случае, их поведение указывает нам, куда дует ветер», согласилась мисс Хиггинс. «Но, конечно», добавила она успокаивающе, «их требования совершенно невыполнимы. На нашем курсе, естественно, нельзя не учить ничего, кроме чисто англо-американского произношения». И все же это указывает. «Но если тут изменят мою фигуру, изменят мой рост, дадут мне новые волосы, новое лицо, как все обещают, то что же останется от меня самой?» спросила недоуменно Пегги. «Существует, знаете ли, долг перед публикой», ответила мисс Хиггинс. «Или вернее будет сказать, у киношников есть обязанность перед зрителями». «Необходимо приспособить себя к массовому вкусу и к тому, как лучше всего работать в границах этого вкуса. Это требуется от каждого настоящего артиста, разве не так?» Пегги без энтузиазма принуждена была согласиться. «А теперь перестаньте волноваться, моя милая», посоветовала мисс Хиггинс. «Мы проведем вас через все процедуры, и вы заработаете свой диплом. Вам только и надо, что прийти сюда утром в понедельник после занятий гимнастикой, и мы примемся за дело». «Вы попадете на экран, все будет в порядке, не сомневайтесь». Джордж Флойд ввалился в огромный офис мистера Соли де Копфа и рухнул в глубокое кресло. «Что с тобой случилось?» спросил Соли, поднимая на него глаза. «Мне необходимо выпить», ответил Джордж, «и побольше». Аль с ловкостью фокусника добыл полный стакан и поставил его рядом с Флойдом. «Что случилось?» «Я думал, ты поехал ее встречать. Уж не хочешь ли ты сказать, что самолет из Маринштейна потерпел аварию?» «О, нет, он прибыл вовремя. Все было готово. Пресса, радио, телевидение, словом, вся брашка на месте». «Значит, там не оказалось только ее?» «Да нет, и она была. Во всяком случае, мне так кажется». Соли выговорил Соли. «Спроси его, что случилось?» «Ладно, шеф, слушай, Джордж, ты сказал, что самолет прибыл. В чем же дело?» «А в том, что вышло наружу из этого самолета». «Ну а что из него вышло?» «Лолы!» с тоской проговорил Джордж. «Тридцать шесть сделанных, как по заказу, лол!» «Не было даже признака той ирландской клины или розы Ирландии среди них». «Тридцать шесть, лол!» «Все с дипломами соответствия мэринштейновским стандартам». «Все заявляют, что они Дейрд Рашилшин, все говорят, что у них с нами контракт». «Мое сердце разбито навсегда». «Ты хочешь сказать, что не знаешь, какая из них она?» спросил Аль. «Ты лучше сам попытайся. Они там все в нашем нижнем холле. Впрочем, если тебе это удастся, то все равно уже поздно». «О, голубые горы, изумрудные торфяники, серебристые озера и милые скромные девочки со смеющимися глазами все сгинуло, все исчезло. Ничего кроме лол. Флойд еще глубже забился в кресло, излучая такую тоску, что даже Солли де Кобс был тронут. Аль, однако, сохранил способность независимого мышления и его лицо внезапно просветлело. «Послушайте, шеф!» «Ну», буркнул Солли. «Я подумал, шеф, что, может быть, вся эта ирландская чепуховина окажется вовсе не такой уж находкой. Дело-то рискованное, да и не в нашем духе. Но у нас в руках все еще есть сценарий, что бьет без промаха. Помните тот насчет своры римских кобельков и собинянок? Солли де Коп в какое-то время сидел молча, вцепившись зубами в толстую сигару, затем втянул в легкие дымы, глаза его сверкнули. И тридцать шесть лол ждут в нашем холле. Аль, ты молодяга! Чего ж мы ждем? Беги вниз, заставь их всех подписать контракты, только помни опционные и без каких-либо определенных цифр. «Будет сделано, шеф», сказал Аль, рванув двери. Вот почему так голосят в коттеджике бароноклоха на берегах слоев Крампа победные Пегги Макраферти. По той, что была гибка, словно камыш на болотах, по той, что славилась своим милым доверчивым характером, по той, которую уж никто не увидит здесь снова. О, горе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok